В конце прошлого года на курорте была образована Сочинская епархия. По назначению Святейшего Синода правящим архиереем епархией стал епископ Сочинский Туапсинский Герман. На официальной встрече с главой города он обозначил ряд вопросов. В первую очередь это социальная поддержка малообеспеченных людей, тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Для них будут организованы специальные приюты. Появятся в Сочи в ближайшее время и новые экскурсионные маршруты, рассказывающие об истории становления христианства на Черноморском побережье. Их разрабатывают при участии православной церкви. Предлагается несколько маршрутов по историческим местам, в том числе и по местам, связанным именно с христианскими храмами, древними храмами византийского периода. Мы готовы тоже поучаствовать в этом проекте. В окрестностях Сочи насчитывается 11 раннесредневековых христианских храмов. Почти все они расположены на территории Сочинского национального парка. Сначала христианские базилики строили на побережье, затем в горной местности. Возникла полоса древней христианской колонизации. По данному маршруту и будет предложено пройти туристам. В конце встречи владыка Герман преподнес мэру Сочи икону под названием «Спарительница хлебов». Пусть вот все, что собирается у нас здесь, да, нашими человеческими трудами, вашими трудами, пусть Богородица благословляет и хранит, и умножает. Примите, пожалуйста, этот образ. Само слово «Спарительница» имеет два значения – наполняться и помогать. Глава города поблагодарил владыку Германа за встречу и пообещал оказывать содействие в реализации намеченных планов. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.